313 семей в регионе получили земельные участки за рождение третьего и последующих детей. Эта стимулирующая мера начала действовать в области с 1 января прошлого года. Однако обзавестись наделом на свежем воздухе торопятся немногие. Более полутора тысяч семей, которые попадают под действующий закон, на учет еще не встали. Настоящий бум ждут в следующем году, когда вступят в силу изменения в закон и на земельный участок будут иметь право все многодетные семьи. Претендентов будет более трех с половиной тысяч. Вот тогда и будет ажиотаж. Пока же многодетные родители имеют право выбора. Земельные участки в наличии есть. Земельные участки им предлагают. Но в механизме, который мы прописали, мы разрешили людям отказываться от тех земельных участков, которые они считают, что они им не подходят по каким-то либо параметрам. Поэтому вот эта разница 300 с чем-то семей, они могут прийти и завтра, и послезавтра, и через несколько лет, когда они увидят, что тот участок, который мы предлагаем, подходит под те цели, которые они предусматривают. Жители района могут претендовать только на участок в том же районе. А вот горожане выбирают. Им могут предложить либо участок в городе, либо участок в районе. Исключением здесь являются ивановцы. К черте областного центра участки не дают. Надел можно получить в районе ТЭЦ-3 или селе Китово. Также из федеральной собственности планируют позаимствовать земли в Ломах и Богородском. Чиновники уверяют, что участков хватит на всех. Рожать можно смело. А вот проблема с подведением коммуникаций пока не решена. Участок в районе ТЭЦ-3, который мы уже сегодня предоставили, то по оценке муниципалитета Ивановского района, где-то около, сумма называется, около 300 миллионов нужно туда уложить. Поэтому надо понимать, что в одночасье завтра мы не предоставим земельные участки, которые будут с идеальным ровным покрытием, с прекрасными коммуникациями и тому подобное. То, как многодетные семьи распоряжаются полученными землями, чиновники не отслеживают. Выделенные 10-12 соток некоторым удается продать. Средняя стоимость такого надела – около 300 тысяч рублей. Для тех, кто не хочет строить, это неплохой бонус в семейный бюджет.